Золотая осень Я даже меньше весной ощущаю комфорт, а осенью золото, листьев, но мне каждое утро бодрит вот этот запах осенний. Ну и конечно же надежды, что зима будет так же прекрасна, что у нас все будет хорошо. Свободный Воронежский интернет-канал, СВИК-ТВ. Скажите, с чем вас ассоциируется осень? С чем? Со школой. Еще какие-то есть ассоциации? Ну, колледж, я не знаю. С грустью. С грустью холода, зима настает. С чем у вас ассоциируется осень? Осень с благоустройством города. Очень много сделано нашим губернатором по городу. Очень многие дороги асфальтированы. Очень хорошо сейчас у нас рынок новый появился. На придаче новый рынок. Ну и что? У нас очень много студентов, очень хороших студентов. Сейчас происходит преобразование высшей школы в лучшем отношении. Надеемся на лучшее, что у нас все будет хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется осень? Осень листопадом, ярким солнцем и теплом. Ранняя осень, она всегда теплая. И листопад. Очень красиво. И вообще осень. Прекрасное время года. Здравствуйте. Скажите, а с чем у вас ассоциируется осень? Осень? Ну, с опадающими листьями, холод. Не знаю, с холодом, наверное. Я очень люблю осень. Разноцветные краски. Большое сочетание красок. Необычные. И в то же время, вот, еще и лето не совсем ушло. Тоже цветы цветут. Ну, я не знаю. У меня это самое мое любимое время года. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется осень? Осень с хорошей солнечной погодой. Все? Все. Осень у меня ассоциируется с поэзией, с Есениным. Люблю поэзию просто. А может, даже что-нибудь прочтете? Да нет, неохота. Времени нет, на самом деле. Спешу очень сильно. Скажите, а вот, конечно, такая тема поэзии. Тут я хочу вас спросить. А не ассоциируется у вас с осенью с заболеваниями? С заболеваниями? Ну, чтобы не болеть, нужно пить витамины и фрукты кушать и заниматься спортом. Тогда не будете болеть. А прививаться? Прививки? Прививки детям надо делать в детстве. Взрослым нужно побольше с собой заниматься. Здравствуйте. Скажите, с чем у вас ассоциируется осень? Ну, с холодным, с болезнями, с желтыми листьями. А с болезнями почему? Часто болеете или как-то вообще сезонные заболевания на слуху? Ну да, осень чаще болею, например. Прям летом вообще не болею, а вот осенью больше всего. Наверное, потому что резко климат меняется, сразу холодно становится. А летом к осени готовитесь? Какую-то профилактику проводите? Прививки, например? Ну да, прививки. У нас в школе это проводили, делали. От чего? Ну, от гриппа, потом от столбняка такие. Помогают? Ну, вроде да. Сильно не болела еще. Когда не думали о том, что осенью наступает такая волна заболеваний? Нет, нет, я оптимист. Сами не болеете осенью? Спасибо, Господи, нет. А прививаетесь для того, что или просто крепко что-то? Нет, нет, природой лечусь. Люблю природу. И в семье никто не прививается? Нет. Родные и близкие? Нет. С приходом осени приходит еще такая волна заболеваний различных? Да нет, я не страдаю. Сами не болеете? Нет, никогда не болею. А какие-то профилактические меры проводите, чтобы не болеть? Например, прививки? Да нет. Ни вы, ни ваши близкие? Не, ну, дочка. Только дочь. И все. От разности температур мы еще не совсем акклиматизировались, и поэтому, да, есть заболевания. Каким-то образом сохраняете здоровье? Что-то, вот, может быть, какие-то препараты принимаете или профилактические действия? Ну, знаете, я, в принципе, участвую в коралловом клубе и пользуюсь их продукцией. Скажите, а прививки? Ну, прививки... Вы и ваша семья? Ну, дети, внуки, пожалуй, да. Я не особо, нет. От гриппа никогда не прививались? Ну, когда-то прививалась, сейчас нет. Никогда не задумывались о том, что с приходом осени возрастает число заболеваний? Над этим вопросом работают мои ученики, у меня их много. Над созданием функциональных продуктов, которые позволяют освободить людей от многих болезней. Как вы считаете, а прививки способствуют тому, чтобы заболевания снизились? Я считаю, способствуют. С осени как бы это холодает, и все люди начинают болеть. Я об этом думала, что очень часто и заболевания, то есть не надо много гулять и простужаться. Не знаю, что еще сказать. А вы часто осенью болеете? О, да, недавно только переболела. Ну, бывает то, что вот осенью, зимой болею, весной, но это бывает редко, конечно. А профилактические какие-то мероприятия проводите? Профилактические, ну, иногда бываем пьем антибиотики, чтобы не болеть перед этим. А так профилактически чеснок носим. Прививки? Прививки нет. Ни разу не прививались от гриппа или может быть еще какого-то вируса? Прививались было пару раз, когда делали профилактическими средствами, пользовались. Но это не помогает. А лично вы часто болеете осенью? Да нет. Нет, нет. Вы как-то к этому готовитесь, прививаетесь, чтобы, так сказать, стойко переносить эти такие холодные сезоны? Нет. То есть просто сам бы себе крепкий человек, не болеете, не прививаете? Ну, иногда болеют, все болеют. Прививки не приемлют? Нет, прививки нет. Да, сейчас много болеют, я сам вот только переболел. А вообще часто осенью болеете? Не знаю, не следил. Каким-то образом профилактические мероприятия проводятся, например, прививки? Прививки нет. То есть никогда не прививались от гриппа или еще другого вируса? Только в школе. Я все время веду активный образ жизни, три раза в неделю я в спортивном зале, поэтому для меня вот осень и какие-то болячки несовместимы абсолютно. А прививки не делаете? Я прививалась очень долго, своевременно, но в силу заболевания, которое у меня такое, которое не позволяет сейчас вакцинироваться, я не могу это сделать. Но я не сторонник отказов от прививок, причем такого вот, знаете, глобального, что нет и все, прививаться нужно.